Дядя Вить, слушай, ты не помнишь, как того мужика забавного из Адлера звали? Но у него еще фамилия на портвейн похожа. Из кинофильма Лоренц Аравийский. Дорогие друзья, с вами на Первом канале у нас в гостях сегодня... Привет, актер, композитор, музыкант, друг Максим Леонидов. Привет. Добрый выбор, Макс. Привет, Валя. Макс, что мы сегодня? Наконец-то ты здесь опять. Ты частый гость Смаки и по количеству посещений Смака ты входишь в золотую тройку. А кто еще двое? Кто еще двое? На первом месте Андрей Макаревич, он больше всех посещал Смака. На втором месте Валдис Пельш. Это объяснить я никак не могу. Ну, потому что он вообще на втором месте. Потому что он просто пронырливый прибалт, я думаю. Вот основная причина, по которой Валдис действительно удерживает вот это второе место. На третьем ты, на четвертом я. Давай начинать. Что мы сегодня будем готовить своей помощью? Мы сделаем баранину в оке. Вы знаете, вот эта вот штука, она называется в оке. Это такая азиатская сковородка. Да. Вот так, да? Азиатская сковородка, которая требует большого огня и такой быстрой прожарки. Поэтому мы сделаем баранину с рисовой лапшой и овощами. Это будет такое у нас... Вот рисовая лапша, я правильно понимаю, да? Да, это рисовая лапша. И начнем мы с того, что положим ее сейчас в холодную воду минут на 10, чтобы она там просто помокла. Мы используем очищенную воду из фитера Аквафор. Холодную воду. То есть это такой азиатский рецепт, да? Хотя в Азии барашков ведь немного. Ну нет, почему есть? Азиатские барашки, они так и называются. Азиатские барашки? Да. Она размоткнут, наверное, да? Давай возьмем просто посудину побольше, я думаю, что... Слушай, ну я тебе хочу сказать, что... Сейчас. Мне кажется, надо просто не выдумывать. А, вот. Вот здесь это все смоткнули. Сейчас я переложу. Так, значит, рисовая лапша. Ну да. А где? Она продается, да, Макс? Она продается в... Она продается в магазинах. Ее можно легко купить. Вот. Давай называйте еще своими нами. Это же очень малокалорийное блюдо, да? Ну как тебе сказать? Я не знаю, не блюдо, но вот лапша рисовая, она, мне кажется, она же прозрачная. Ну где там калории? Калории! Можно даже... Кстати, некоторые калории на некоторых сортах рисовой лапши можно увидеть. Ну здесь... Да-да-да, здесь не видно. Так. Я, Ваня, смотря программу СМАК время от времени... Так. ...вижу, как ты талантливо чистишь лук. Как я прогрессирую в чистке лука? Да, скоро это будет, знаешь, как-то в быстрой носилке. Я думаю, что... Ты знаешь, есть планы делать такое шоу? Чистим лук с Иваном Оргентом. Хорошо. Так, значит, сколько нужно на лук? У тебя есть очки для плавания? Я обычно чищу лук в очках для плавания. Ты знаешь, этот способ широко рекламировал Леонид Ермольник. Ну правильно, потому что еще неудобно. Но поскольку не все люди, как Леонид, забывают снять очки после бассейна, то этот способ как-то не нашел применения. Я предпочитаю, знаешь, какой способ? Под раковиной? Нет. Под раковиной я долгое время жил. Когда мы жили в маленькой квартире с папой. Я помню, Ваня, этот период. Да, ты же помнишь наше детство. Ты приходил в гости к папе, вы сидели, пели песни. А из-под раковины доносился плач ребенка. Значит, ну нож можно холодной водой просто помыть. И, наверное, скажи, как мы нарезаем лук? Мы нарезаем его не очень мелко, знаешь, такими... Полукольцами? Нет, не полукольцами. На несколько, да? Макс, ну вот скажи, я порежу. Да, 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 вот так. Вот так. Ну, сейчас смотри, я тоже буду резать. Так, вот. Вот. Слушай, ну это все-таки полукольцами. Спасибо. Кто спровоцировал сейчас аплодисменты? Тот человек, которому ты дал 10 долларов перед съемкой. Это он, ты смотри. У нас взял деньги, так сказать, все. Ответственные за аплодисменты. Смотри, главный принцип... Давай мы сейчас лук вот сюда. Главный принцип жарки... Лука? Да, звуки это... Да и угадай. Это чтобы все продукты были заранее порезаны. Да. Хорошо бы, чтобы они были заранее порезаны, потому что времени потом не будет. Это вообще дело довольно стремительное. То есть нам нужно все подготовить для этого, да? Да. Потому что наша задача, чтобы вот в отличие от европейской кухни, где часто лук доводится до состояния такого золотого и мягкого, да? И где, не будем называть, что в Европе лук служит персонажем некоторых литературных произведений. Чиполлино, например. Например, Чиполлино, да. 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 Ну и все. И лукоморий еще. Да, лукоморий, да. Абсолютно верно. Ведь Александр Сергеевич Пушкин, лукоморий – это место, где сильно пахнет лук. Так, так вот, смотри, перчик мы тоже нарезаем, мы его нарезаем тоненько и вот такими длинными… Длинными штучками. Штучками. Так вот, наша главная задача, когда мы будем делать пищу в вуке, чтобы все продукты, а именно овощи, остались как бы слегка не прожаренными. Они должны как бы задуматься там в вуке. И когда ты их будешь кушать потом вместе… Чтобы они чуть-чуть похрустывали, да? Да, именно, они должны похрустывать. Тогда они сохранят все свои… Витамины, да. Витамины, да. Останутся ароматными и… Слушай, ну это, конечно, вызывает восхищение твое знание мировой кухни. Ты же очень много путешествуешь. Я давно живу. Ну это не скажешь, знаешь? Вот, ты знаешь что, вот я тебе так скажу, что… Огурцы мы тоже будем в вуке? Да, я люблю. Вот, я вообще отхожу от классических этих самых рецептов иногда, потому что я убежден, что будучи вот на самом деле в Китае… Да, это, конечно, китайская задумка огурцы, которые обжариваются, да? Да, будучи в Китае, я понял одну вещь, что основной принцип вот этих всех блюд, ты можешь класть туда любую… Нравящуюся тебе по вкусу траву, любую. Они кладут туда огромное количество всякой разной травы. И главное, чтобы из всего этого потом получился вот такой вот чуть-чуть… Ну важно еще и соус, когда ты будешь… Да? Соус, когда ты будешь… Скажи, пожалуйста, как понять, что рисовая лапша уже достаточно подлежала? Она должна быть мягкой или вот… Нет, нет, никак не понять, это просто… А для чего это делается, чтобы она замачивалась в холодной воде? Ну, чтобы она потом быстрее, быстрее, лучше варилась, да. То есть немножко замочить, но пока, мне кажется, она еще не до конца готова. То есть она еще полежит, мы с тобой давай морковочку еще туда положим. Морковочку? А морковочка у нас… Сейчас, секунду. Есть, есть морковочка. Да? Она вот здесь, Ваня. Макс, ну конечно, ведь ты же… Ну и вот что значит, ты здесь не первый раз? Скажи, ну морковочки, кстати, морковочки я тоже взял, да? Нет, понятно, он клостит одной, я тебе сейчас половину кладочку, чтобы ты не скучал. Да. А в титрах будет указано, человек с морковкой, Иван Ургальц. Да, человек с морковкой. Ну, так назывался фильм, в котором я снимался, когда мне были нужны деньги в институте. Подожди, я… Ну я знаю, что… А, а потом ты будешь нарезать тоньше, да? Я пошел по другому пути. Я ее потом… Соломкой, да, мелкой? Да, 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 вот такой вот. Мелкой, мелкой соломкой. Макс, скажи, ты путешествовал много. Ты ведь недавно вернулся из… Из Бразилии. Из Бразилии. Да. Из Бразилии. Как интересно ты режешь. Каким ветром тебе занесло Бразилию? Ты поехал… Как это? Это были пляжные каникулы или это была познавательная поездка? Это я совместил. Мы с женой, с моей Сашей совместили одно с другим. И сначала это была ознакомительная поездка, включающая в себе экскурсии по Рио-де-Жанейро, и по реке по Амазонке, и по Рио-Негро, с ловлей пираний, там, и так далее, со всеми радостями. Слушай, Макс, прости, пожалуйста, а вот мы все бросаем сразу в одну кастрюлю, в одну емкость. А не надо нам потом, когда мы будем жарить в оке, сначала, понимаешь? Сначала морковку, потом… Морковка требует… Не надо, да? Нет, я бы делал так, ничего страшного. Та степень прожарки, которая нам необходима, годится все. Так, хорошо, я тогда сейчас дорезаю. И поскольку нас интересуют, безусловно, твои гастрономические впечатления, какое блюдо бразильское покорило тебя как гурмана? Вообще, Бразилия – это не та страна, о кухне которой можно всерьез говорить. Это все-таки не Италия и не Франция. Понимаешь, что там, чем проще… Что там это? Я просто подумал, действительно, а какие я бразильские блюда знаю? Нет, бразильские… Я однажды был в бразильском ресторане в Лондоне. Принцип ресторана был такой, ты плачешь деньги, а потом ты ешь, пока… Пока не упадешь. Пока не говоришь… Вот, вот, поскольку я с этим задержался, меня выносили из этого ресторана. Там кладут такой тебе пластиковый или бумажный такой жетончик круглый тебе дают. Он с одной стороны красный, с другой стороны зеленый. И пока у тебя лежит красным светом, тебе не носит еду. А если ты перекладываешь его зеленым светом, то тебе несут еду, и подходят они к себе раз в три минуты с огромными шампурами, на которых они знакомы. Да, да, да. И если видят, что зеленый цвет, то могут класть, да? Да, они спрашивают так, вот это там осада, допустим, а это свинина, а это баранина. И если ты говоришь «да», то у тебя есть такие щипцы, они… Наивные абразицы забывают, что многие люди вследствие чрезмерного употребления пищи перестают различать цвета, как я. А также перестают говорить «да» или «нет». Нет возможности, да. Сковывает вот это состояние. И, конечно, вот тут самое главное не попасться на хитрую удочку бразильцев. А меня еще, знаешь, что поразило? Что при… в этом ресторане ты, значит, платишь за то, что ты пользуешься шведским столом, а также тебе носят… Вот эти бесконечные мяса, да? И меня поразило наличие на шведском столе огромного количества свежайших устриц во льду, которые ты можешь есть сколько ты захочешь, понимаешь? То есть для… Надо сказать, что устрицы – это, как бы, так сказать, очень широкий жест. Да, но там Тихий… то есть Атлантический океан, и, видимо, этих устриц там много. Но для нашего едока российского и посетителя ресторанов, который платит за каждую мусью лицо невероятные какие-то деньги, да, то… Многие до мяса не доходят. Так, друзья, я позволю себе напомнить, что у нас происходит на кухне. Мы замочили вместе с Максимом Леонидовым… В нашем смысле. В самом лучшем смысле этого слова – рисовую лапшу, порезали лук, огурчики, болгарский перец и морковь геометрическими всевозможными фигурами. Всё это для того, чтобы обжаривать это всё в оке. И сейчас мы перейдём к баранье. Прежде чем мы пьём, Макс, я тебя на секунду оставлю, у нас, друзья, короткая реклама на первом канале, после которой мы вернёмся. Вы узнаете, что крендель в переводе с польского означает «морская болезнь». Привет, а жить ты будешь долго. Я вспоминал тебя вот только в обед. А может, чёрт возьми, нам снова налей-ка, мать. Ну, будь здорова. Привет, дорогие друзья, с Максом на первом канале в гостях. Автор первоначальной редакции этого текста – Максим Леонидов. Макс, у нас всё готово, надо доставить баранину, да? Давай, да. Баранина у нас… Мы прямо… Баранина жирная, прям такая вот. Я даже… Вот, всё. Так. А, ну нет, это у нас такой… Смотри-ка. Ну, такая вот она, да. Вот. Ты кто? Скажи, а не много нам будет такой баранины? Много, конечно, совсем не нужно. Так, не нужно. Так. Да? Это убираем. Придерживаешься ли ты теории о том, что… Ну, да, срезаем все жилки, потому что тогда баранина будет… Не будет пахнуть… Бараниной. Не успеешь зайти в дом, а уже чувствуешь, что готовится сегодня. О, я в Монголии. Да, я в Монголии. Так. А, кстати, ты бывал в Монголии? Да, я был в Монголии. Вчера я вспомнил про баранину, потому что запах баранины в Монголии меня преследовал везде абсолютно. От чума до мавзолея сухобатона. Макс, как… Нужно тоже мелко очень, да? Тоненько? Тоненько. Как можно тоньше и мельче. Вот такими вот штучками, чтобы она тоже быстро, знаешь, чтобы она не… Быстро, быстро, быстро. …не изошлась вся на сок и не сварилась в оке, а запеклась на большом огне. Сейчас я попробую это сделать. Прямо прозрачными такими, да? Ну, совсем уж прозрачными у тебя не получится все равно, но вот такими. Ну, да. Вот такими. Ну, вот, смотри, вот такими, да? Нормально. Вот, отлично, на миллиметр. Вот такими штучками. Ну, поскольку ты путешествовал очень много, и не только Монголии и Бразилия, список стран, в которых ты бывал, и кухня, которую ты пробовал, ограничивается, скажи, где вот самое необычное, что ты ел в жизни во время путешествия? Ты знаешь, хороший вопрос, потому что вот какой-то такой… Ну, крокодила я, может, там ел. То есть, не может, я его ел. А вот… Ну, крокодила? Ну, крокодила? Да, крокодила. Это вот сейчас в Бразилии? Нет, нет, крокодила я… Я в Израиле есть… В Пскове, я думаю, тут… В Псковской области крокодил. Да. В Израиле готовили крокодила? В Израиле есть крокодиль и фирмы, куда ты можешь прийти и приехать и купить просто замороженное филе крокодила. Прямо так в пергаменте, знаешь… И как на вкус крокодил? Ну, похож на змею немножко. На змею похож? А змея? Я просто… Я похож на крокодил. Заморожный крут такой, да? Да. Так. Хорошо, смотрите, друзья мои. Когда я говорю «друзья мои», я имею в виду тебя, Ваня, и наших телезрителей. Смотрите, Светян записывал, Ваня. Да, записывает. Как зажигается эта плита? Значит, нам нужно большой огонь для волка, да? Вот эта вот большая… Прямо самая большая. Зажигаем. Кстати, а не нужно ли нам, Макс, поставить воду для лапши? Да, да, да. Так, может быть, тогда мы вот сюда ставь прямо, я зажгу там. А ты просто… Я пошел наливать воду. И прям… Так я прямо наливаю сюда воду. Сейчас, смотри. Хватит там все. Мы же… Мы всю будем лапшу прямо использовать или нет? Ну, мы посмотрим. Знаешь, мы ее сварим всю. А сколько мы ее будем использовать, мы поглядим. Так, значит, можно я сейчас на секунду, я напомню, что у нас происходит, чтобы вы понимали хронологию. Значит, у нас порезанные овощи, у нас замоченная лапша, у нас нарезанная баранина. Правильно я могу ли я сказать, что баранины, в принципе, должно быть чуть меньше, чем овощи, да? Ну, наверное, да, потому что надо учитывать, что еще там будет лапша. Надо ли нам ставить вок уже нагреваться? Да, да, надо, конечно, да. Какое масло требуется для… Конечно, масло какое у нас? Масло у нас есть оливковое, и есть масло подсолнечное. Оливковое. Оливковое. Я вообще… Так, секунду. Лучше, если жарить, то лучше жарить на… Маэстро де олива. Хороший. Да, да, да. Мы, не стесняясь, поливаем сковородку маслом. Так. Сразу соевый соус? Ты знаешь, и я… Может, еще? Макс. Ты думаешь, пока нет. Так. И я бы… Подожди, я тебе помогу. Да, я тебе помогу. У вас тут все как-то непросто. Афоматизирую. И я сразу налив бы немножко все его солнышко. Он уже начинает загибать. Вместе, вместе. И овощи. Сначала овощи, не мясо? Ты знаешь, на самом деле разницы большой нет. Кладем мы мясо или кладем овощи, потому что мы их будем жарить отдельно. А. И потом доставать? Да, нам понадобится… А она хватит, да? Хватит. Все, я так оставлю. Дай мне такую какую-нибудь… А может быть, знаешь как, так сказать, Ваня, 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 да, без экспериментов. Нет, это… Вот это я доверяю делать тебе, ты физически развито. Да, ну, конечно. Ну, почему еще? Вот так вот я провел все детство. Под раковиной причем. Под раковиной, да. Так. Это не мешает… Сразу. Да, абсолютно не мешает. Чтобы пошерудить немножко, пошерудить. Раскрыть. Лук, вот я… Лук. Чтобы он так вот распался на дольки такие. Для этого он должен немножко нагреться еще вот сейчас. Так. Ну, ВОК, большое пламя. Может быть, все, больше не надо, наверное, да? Вот все, пусть они, пусть они, пусть они чуть-чуть тут потомятся. Потомятся. Вообще… Главное, чтобы сок не стало давать много, правильно? Да. И уже нам нужно подготовить… Прости, Мак, что я перебиваю? Надо подготовить то, куда мы это перекладываем, да? Да, какую-нибудь штуковину. Вообще, я люблю, когда сам ВОК побольше. Тогда ты можешь немножко понимаешь… ВОК ведь он такой не случайно. В нем самая большая температура здесь. Да. И наименьшая температура по стеночкам. Поэтому что-то у тебя может еще доделываться, а что-то ты на стенки выкидываешь вот так. Вот. Как ты это делаешь? Подожди, подожди, поставь, 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 поставь. Сейчас. Тут все… Вот ВОК, да, он самое главное… А, бля, ай, как красиво. Он не должен остывать. Так. Значит, вот, да, в принципе, еще какое-то время… Вот, буквально две минуты. А то, что они остынут, мы потом все равно это еще подогреем. Потом их… Они потом еще у нас чуть-чуть потомятся вместе с лапшой с бараньей. Борис, как лапша. Вот, лапша начала сгибаться, что уже как бы плюс. Как понять, что уже все? Вот это, знаешь, никак не понять. Понять, интуиция понять, что вот… Понимаешь, вот лук… Вот он не должен начать становиться мягким. А, ну-ка, он грустит. Да. Да, потому что… Не забывай, что нам их еще потом все равно придется немножко подержать на температуру. Если совсем, наверное, нарезать тоненько-тоненько, то это вообще секунда получается, да? Отлично. Если тоненько еще нарезать… Масла не надо больше добавлять. Нет, все. Все. Давай вот такой аккуратно вот сюда выкладываем. Теперь, я думаю, что мы должны сделать следующее. Мы должны остатки и еще налить масло, да? Да. И уже пойдет мясо. Да. Наливай. И дать этому маслу как следует разогреться. Так, друзья, вот что у нас получилось. Вот эти овощи – это как бы заготовка для будущей лапши. Так, соевый соус. Все, все, я бы его сюда не укладывал. Не надо, да? Просто баранин. Вот, 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 вот. 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 Вот теперь, что касается заправки с этими специями. Так. Значит, существует много разных школ в Китае, как бы. Да. Когда это нужно делать. Но я, поскольку про это не имею никакого понятия, я предпочитаю сначала само по себе мясо все-таки хотя бы поперчить. Слушай, мне как-то кажется, что если это делать. Да? Я правильно понял призыв твой? Да. Черный. Он молотый должен быть, не просто же душистый. Но мы… А, у тебя как мельница? Конечно. Да? Да, 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 да. Все, отлично. Солить не надо. Солить пока не надо, а вот карри я бы сюда добавил. Карри. Хотя это не в китайской, а скорее в индийской. Макс, ну мы же готовим, в конце концов, твое блюдо. Да, мы готовим мое блюдо, поэтому мы не будем называть его китайским или… Сколько карри? Вот, давай, клади. Почему-то я именно этот прибор использовал для того, чтобы достать карри. Это карри-доставалка, ты не… Ну, когда карри-доставалка, когда и… Что? Ну, это вообще-то… Вообще-то младший сын силиконового скребка. Вот силиконовый скребок. Это его младший сын, Виталик. Это его жена. Света. Света. Сверна. Да, вот они всей семьей здесь живут у нас. Вот, посмотрите, мясо с карри, баранина, перец, карри, все. Но это сейчас должно обжариваться, да? Да, оно обжарится и тоже очень оно будет обжариваться недолго. До корочки? Нет, вот пока, знаешь, оно перестанет быть розовым, а станет все вот… Ну, как до корочки, да, как бы запечесли. Что делать? Клади лапшу. Подожди, она еще не закипела вода. Еще страшно, она закипает. А вот солить воду? Солить воду не надо, мы потом будем добавлять специи. Мы будем добавлять соевый соус. И соевый соус. И как это делать, Макс, я просто не знаю. Ну, пусть еще рукой бери. Значит, я беру, вода стекает и кладу вот сюда. Так, еще? Еще. И я думаю, ну, как раз вот на порцию, да? Да, да. Две порции, все. Да. Не надо же больше. Да, да. Все. Я не вижу оснований для того, чтобы делать больше, чем две порции. Так, сейчас я помешаю. Друзья, ну вот, что происходит у нас. Баранина запахивает, как вкусно, карри, да? Да. Я просто вообще люблю индийские приправы и индийскую кухню. Я очень люблю острую кухню. Вот это все. Так, отставили. Снимаем, да. Теперь нам надо немножко подождать просто. Да, вот сюда. Пока. Лапша закипит. Лапша закипит и покипит несколько минут. Нам в любом случае, хорошо бы потом, когда все это будет готово, припорошить это сверху мелкопорубленной зеленью и свежим чесноком. За чеснок вообще готовить нельзя. Его многие совершают ошибку и начинают запихивать чеснок в горячие блюда, которые стоят на огне. Это неправильно. Я думаю, что нам одной штуки-то такой хватит. А ты решишь. Ну, хорошо. Это неправильно, потому что чеснок теряет свой аромат, ребята, и теряет свои полезные свойства. Так, Макс, оставляю тебя следить за бараниной, которая нагревается у нас в Оке. Да. Кипит лапша. Как понять, что она готова? Никак. Надо засесть 4 минуты. Ага. Времени совсем нет. Я тогда оставляю. Чеснок у нас короткая рекламная пауза, после которой мы вернемся. Вы знаете, почему Громыко в Италии называли Миннестроне. Ах, Анжела Павловна, у меня от ваших пожарских котлет буквально инфаркт миокарда делается. Астрид Клингрен. Мио мой мио. Дорогие друзья, с вас на первом канале у нас в гостях Максим Леонидов. Сегодня мы готовим овощи в Оке с лапшой и с бараниной. Да, да, да. Макс, я... Все, Вань, лапша готова. Давай, давай. Значит, я лапшу... Шлей ее и промой холодной водичкой просто. Так. А я тем временем, дорогие друзья, вот в эту уже готовую практически баранину, почти готовую, выкладываю сверху вот эти овощи, которые у нас в таком задумчивом состоянии. Они не вареные, не тушеные, не пареные, не жареные, а они чуть-чуть задумчиво прожаренные на воге, на масле. Добавляем эти овощи прямо в мясо. Давай. Это нам больше не надо, Ваня. Да, 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 спасибо. Держи. Перемешиваем это блюдо. Макс, как долго надо сливать, промывать рисовую лапшу? Ну, пока мутная вода идет, промывая, а когда пойдет не мутная вода... Как слеза пошла. Все, вынимай ее оттуда. Так, чеснок-то порубил. Чеснок я начал рубить, но побежал к лапшу. Знаешь, что я поставлю пока лапшу, пускай она остатки стекут. Так. Доруби чеснок, я друблю зелень пока. Давай, давай, давай. Зелень нам... Нам целой или половинки нам хватит, Макс? Я люблю, когда много чеснока. Все. Опять же, поскольку мы делаем неусередненный как бы рецепт, вот укроп нам, наверное, не нужен. Что, нам кинза, петрушка? Да, так как люблю я, так уж давай делать так. Да, абсолютно, тогда я. Так, 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 так. Вот зеленьшку тоже меленько так. Достаточно мелко режем, но мы ее не будем никак обрабатывать. Нет, нет, мы ее просто сверху посыпем. Все это. Мелко-мелко мы нарезали чесночок. И зелень. И зелень. Все, ну, на стекло. Все, несу. Макароны. Так. Это что? Это у нас... Это у нас... Подожди, подожди, подожди. Это... Это карри. Это карри. Что нам нужно? Вот здесь еще... Очень хорошо, сальса. Сальса. Клади себе. Прямо, прям вот так. Да, отлично. Клюх? Клюх. С невероятным клюхом макароны. Здесь есть лапша рисевая. Давай, подержу. Может быть, уже там поставить? Можно здесь, да. Потому что она же ледяная. После промывки холодной воды. Вот. В общем, короче, давай, помоги мне. Это надо все перемешать. А давай я по-другому это делаю, Макс. Подожди, сейчас тебе... Я сейчас скажу, как... Сейчас, сейчас, давай так. Так. Так, как салат. Вот. Так вот. Вот. Блюдо получилось, ребята, красивое, но пока безжизненное. Нету жизни у него. Жизни у него нет. Сейчас мы будем в него добавлять жизнь. Жизнь добавляется, на мой взгляд, главным образом перца с содержащими продуктами. Так. Для этой цели я попросил принести соус сальса. Сальса – это даже такой танец, скорее. Да. Это мексиканский соус, состоящий из перца чили и всяких разных приправ. Ну, и томат, и томат. И томат. Почему я использую его, а не кисло-сладкий китайский соус, который, наверное, был бы более органичен здесь? Потому что я не люблю вот этот сладкий... Прибудет. Сладкую составляющую. Острота остается, а в сальсе сладкой составляющей гораздо меньше, чем в китайском кисло-сладком соусе. Конечно, туда любят добавлять индийцы, чатни, соус, который они добавляют, манго, например, или какие-то другие тропические фрукты. Ну, как скажешь? Вот так? Нормально? Вот так мы и оставляем. Ваня, соль. Соль. А не соевый соус, а именно соль? Да, здесь достаточно. Мы на соевом соусе нам кое-что пожарили. Все, соль. Дальше на любителя. Сейчас, значит, соль. Я уберу ненужности. Все уже можно готовить, наверное. Отлично. Посолили. Так, 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 так. Наверное, еще надо посолить. Убираем. Убираем ненужные вещи. Посолили. И добавили туда соуса сальса. Вот так вот, знаете, щедро добавили. Щедро добавили. Сейчас мы это еще раз перемешаем. Ой, держи. Вот так вот, да. На самом деле, конечно, настоящий повар какой-нибудь тайский или китайский меня бы сейчас убил просто. За то, что я сальсу добавил в юго-восточное блюдо. Но я так люблю, что делать? Я думаю, что не убил бы он тебя. Руки короткие. Истинный кулинар, наоборот, это называется фьюжен, когда смешиваются необычные вещи. Да? Вдохновленный, Ваня, твоей похвалой я вылил туда весь соус сальса. Прекрасно. Так. Большой огонь. Все. Перемешивается. Все, да? Снимаем это с огня. Не надо? Может быть, сейчас соус прогреется хотя бы чуть-чуть еще? Мне кажется, он сейчас... Ну, давай, я просто боюсь, что овощи уже сейчас станут у нас. Да, так, и что? Добавляем чеснок. Дай вилочку, пожалуйста, я просто сниму пробу с пилочкой, чтобы смогли. Прошлось, а я пока достану. Нет. Он еще... Нормально, он еще... Еще... Шипит. Шипит, шкварчит. Значит, надо, чтобы постоял еще, да? Нет, нет, нет. Наоборот, хорошо, что он не задумался. Так. Все. Все? Готово? Да. Готово. Так, а чеснок на каком этапе? Прямо вот сейчас засыпаем сверху, да, чесночок. Чесночок. Так, так, да. Зелень. Так. Можно подавать. А перемешивать? Не надо, в тарелку. Так, тогда я убираю все ненужное. Это мы сейчас сюда, потому что мы этим будем накладывать. Уважаемые друзья, хотелось бы представить вам блюдо. Подавайте. Слушай, огурцы вкусные какие. Угу. Так. Вот так, да? Да. Так. Вот так вот. Непростое блюдо. Даже с перекладыванием непростое. Лучше, конечно, это есть из каких-то плошек. Ну да, да. Друзья, быстро расскажу, как мы готовили. Макс, ты меня поправляй, чтобы понятно было, насколько я запомнил. Да. Мы берем рисовую лапшу, замачиваем ее в холодной воде. Минут на 15. Минут на 8. На 8 даже. Так. В сковороде волк мы обжариваем отдельно овощи, среди которых лук, болгарский перец, морковь и огурец. Мы взяли огурец, но вообще, друзья мои, правил нет на самом деле. Вот все, что вы хотите. Обжариваем до хруста, чтобы хрустящее было. Я имею в виду не хрустящее обжаренное, чтобы внутри было немножко сырое, да? Да, да, да. После этого мы также отдельно обжариваем баранину, тонко порезанную, с карри и с перцем. А овощи мы обжаривали, кстати, не только на оливковом масле, но и чуть-чуть соуса добавили. После чего мы варим 4 минуты в кипящей воде лапшу и на сковородке смешиваем сначала баранину и овощи и добавляем туда в результате лапшу. Потом мы добавляем туда сальсу, соус. Смотрите, дело вкуса, я добавляю сальсу. Так, и после того, как мы добавили сальсу, мы сверху посыпаем это все мелко порезанным чесноком и петрушкой и кинзой. Тоже мелко порезанным. Совершенно верно. Я предлагаю, Мат, приступить к дегустации. Да. Сил больше разговаривать про это нет. Так, получается такая китайская... Ну да, ну да. Смотрите, я единственное, что я не понимаю, ну что это похоже на по вкусу. Потому что это... Потому что сальса... Ммм... Ну это вкусно. Угу. И это, кстати, не так остро, как ты пугал нас. Потому что... Мат, я... Как бы я не хотел доесть, я не могу этого сделать, потому что у меня есть миссия поважнее, чем наедаться приготовленной тобою. Не бывает миссии поважнее, чем наедаться. Поверь мне, мы нашли эту миссию. Так. И она сейчас появится. Итак, от нашего спонсора корзина душистого, ароматного, цейлонского чая Акбар. Чай Акбар – неиссякаемый источник бодрости, энергии, хорошего настроения. Это Макс Начал. Это нас. Более, фан-более. От всемирно известного производителя посуды компании Тапова. Сковорода от шефа и набор контейнеров Акваконтроль. Радость жизни. Готовить с инновационными изделиями Таповар, Макс, это просто, в то же время увлекательно и, в конце концов, выгодно. Дорогие друзья, сегодня с макем, лапшу с бараниной, овощами и воки для вас приготовил наш любимый Максим Леонидов. Макс, спасибо огромное. Я сейчас вернусь, и мы будем продолжать завтракать. У нас, друзья, пауза на одну неделю, после которой мы вернемся. Его значит, что сосими в переводе с чешского не переводится. Спасибо.